А вот отделки строй в исторической части города застраивают Охранника нету Вот полтора года назад мы с краеведом Вадимом Маньковым обнаружили старинную брусчатку Но наши проплаченные архитекторы считали, что это брусчатка 20 века Хотя первоначально сказали, что это брусчатка 19 века Потом вставка будет красноармейская Это рядом с самой первой тюрьмой в Российской Федерации На улице Константина Иванова Это товарищи, работают наши археологи Добрый день! Зовут меня Юрий, камера работает Как вам живет в соседстве с этой стройкой? Вам нравится, да? Нет, мне не нравится Рядом с первой, рядом с самой первой каменной тюрьмой России, да, историческим памятником Где граница не менее 200 метров строят пятиэтажное здание Как вы к этому относитесь? Веденский собор Ну, я правильно тут ездил Исторические здания Тут кругом Это историческая часть города И будет многоэтажка Ну, вам нравится, не нравится? Мне не нравится Ну, все, и спасибо Я не могу, я охранник Не спят Ну, видите, вот за маме На горизонте И вот тут же стройка Все это историческая часть города Это, наверное, родительский дом, да? Какой-то, да? Это старейный, да Какого года? Ой, давнейшний, я не помню Я сам детский непостоянный живой Ну, дают вам возможность, реконструируют Не дают, не дают А что говорят? В 50-40-й год, наверное, а вот А что говорят? Разрешение не дают на строительство Дом идет под снос Это получается, пока они не построят, вам ничего не дадут сделать? Это пока на ничего не ясно Может, там через лет 10, может 5, может 20 Вот пытаемся, чтобы прекратили этот стройку Ну, я понял Ну, все, до свидания, спасибо Да, до свидания До свидания Выпьет полным ходом Улица Красноармейская Я предполагаю, начало прошлого века дома Вот на этом месте, на месте Кафе-тарелка С вами ручки Рядом с тюрьмой планируется строительство Здания ФСБ Не совсем корректно оформлена Афиша О строительстве квартирного жилого дома Сегодня, 31 января 2020 года, мы находимся в исторической части города, на улице Константин Иванова, где находится старейшая тюрьма России Шесть камер построены в 1648 году Они на самом деле на три года старше Веденского собора и на сегодняшний день являются старейшим кирпичным зданием Чувашия Памятник архитектуры Если бы мы были где-нибудь в Чикаго, в США или в развитом городе, то на этой тюрьме зарабатывали бы миллионы Потому что при таких вещах делают гостиницы Очень много людей со стороны сюда бы приезжало Но по косвенным признакам мы чувствуем, что планы у Ладокова совсем иные То есть уничтожить данный объект А вон там на горизонте еще Веденский собор Да, Веденский собор Это вообще историческая часть города? Это супер историческая, это самая кремлевская часть, на которой Иван Грозный постановил создать крепость А вот это что за здание? Это бывший так называемый трахматозный институт Сейчас это институт у несовершенствования врачей Он знаменит тем, что в 60-е годы офтальмолог Федоров, начиная карьеру, здесь сделал первую операцию в Советском Союзе И имплантировал искусственный хрусталик девочке, которая жила в здравии и исправила свое зрение А вот это что за безобразие? Здесь было общественное пространство, парковка, комфортно для туристов Сюда приезжали, останавливались автобусы Однако же я удивлен, что данные площади опустили под застройку Это невозможно, недопустимо Это небезопасно для тюрмы, потому что это зона особого режима И здание выше тюрмы просто не должно быть А вы в курсе, что они специально изменили границы исторической части города под конкретные застройки? И границы были уменьшены с 200 метров от исторического здания до 50 Да, и очень возмущены этим И мы негативно оцениваем работу главы администрации Чебоксар-Ладокова Как некомпетентного специалиста и сильно материально заинтересованного А отдел финстрой там написано? Отдел финстрой тесно связан Кто у нас там работает? Маклыгин Ой, нет Мурыгин Мурыгин Да, Мурыгин Не будем характеризовать личность, но знаем, что он тесно связан с Ладоковым Он вводит депутат Депутат госсовета От партии От Едины России, по-моему Да, да Отдел финстрой совместно с Ладоковым чем занимается негативным? Они почему-то решили, что надо отнять у гаражан все общественные пространства и пустить их за стройку При этом ничего качественного они нам не предлагают Эстетических видов они не улучшают, а площади отнимаются Обратите внимание А вот там еще здание интересное, да? С коричневой крыши Я приглашал сюда казанских архитекторов И мы сидели в Пицценик на берегу залива И они были возмущены, как можно здание построить в такой неоготическом стиле На берегу, где классическая русская застройка Это первое, то есть стиль А второе, это цветовые решения Дело в том, что наклонная зелень, она формирует зеленые крыши И зеленые крыши на глади залива очень хорошо смотрятся Вот эта неприятная коричневая крыша очень режет пространство Безвкусица и просто передел квадратных метров города Все, чем занимается нынешняя администрация За ним же находится наш интересный очень памятник Памятник ведь это знаменитый архитектор То есть знаменитый Это мать покровительницы Да, и она несет очень большой сакральный смысл То есть она оберегает как бы всех чуваший и так далее Но они игнорируют это Это очень плохо Почему они плюют на это историческое наследие? Некомпетентные люди, и я чувствую, что не горожане Мои друзья вообще предложили, что нельзя назначать мэром города Или же главой администрации Не человека, проживающего минимум двух поколений в городе Шипоксары Инородние не болеют за город Они его рассматривают только как средство для личного обогащения Мы видим, что, обратите внимание, все парковки в городе сделаны платными Отнимаются все логистические центры транспорта Ну, опять под застройку А мы говорим о туризме А куда этому туризму приезжать? Обратите внимание Печки наши спрятаны Да Кстати, по печам Очень известные историки Кстати, эти печи, которые были найдены Это единственные в Российской Федерации печи 17 века Которые сохранились в оригинале Подобные были только в Прибалтике Ну, они же все-таки здорово говорят Туристический кластер Мы сделаем республику и город Шипоксары туристически привлекательным Ну, они же, мне кажется, гадят Юрий Алексеевич, что хочу заметить И как от имени жителей сообщить Обратите внимание Отнимаются все свободные места у горожан Все смотровые площадки Отнято любимое место свадебных приездов Пересечения улицы Бондаря Михаила Сеспеля Закрыт открыточный вид И теперь негде художникам рисовать город Кстати, а вы узнаете, что сейчас родственник Ситинг-менеджер здесь находится? Из ваших постов мы знаем, что он в камере номер 30 Да? Вот это вот СИЗО Да Я брал интервью у папы Папа сказал, будем обжаловать Ага С приговор Так, ладно, не будем отвлекаться Давайте про историю все-таки Ранее, когда мы проводили экскурсии очень часто То звездам шоу-бизнеса То они с любопытством, останавливаясь вот на этой парковке Выходили и хотели вдохнуть ауру вот этого старого средневекового города Владимир Вишневский Поэт Прибывчий боксары И он даже просил Вы можете на меня ссылаться Что сохраните, пожалуйста, исторический центр Мало городов, где он есть в таком первозданном виде Частички Так вот, смотрите Здесь есть слева магазин Магазин покупки товаров И звезды шоу-бизнеса Вот в том магазинчике Перед отъездом Покупали там продукты Но формально они как бы были на территории тюрьмы То есть на территорию тюрьмы, старейшей в России И им это было очень интересно Вот там вот есть магазин Его можно посетить А свободный вход? Да Да, они свободно приходили Покупали там продукты А сейчас? Я предполагаю, что да Вот эта дверь просто вы открываете И входите Пользуясь этим магазином Вы можете купить там товары Вот Веденский собор Считается вообще, что это якобы старейшее здание Чебоксар Но на самом деле это не так Шесть камер тюрьмы построены раньше Поскольку это меньше объем Поскольку это меньше объем А такое большое здание Необходимо строить было много лет Смотрите, елочки стоят Очень красивые Говорят, кто-то глаз на это положит Ну, не разочаровывайте меня А за ним что находится? Что за вот Сынным фоном? Это была пересыльная Да Это была Пересыльная тюрьма То есть В ней Собор Ведения Стрески 1651 год Ну По некоторым данным 61-й По некоторым 57-й Так Все-таки возвращается Пересыльная тюрьма В 20-е годы Там были Издатели Печати То есть Типа Дом Печати Там были редакции Газет Но это в 20-е годы А до революции Это была Пересыльная тюрьма Старейшая больница Города Чебоксар Сохраненная Это первая поликлиника Я знаю Я знаю Что здесь Работает Мать Ладокова Которая не воспитывает Своего сына К большому огорчению А кем она работает? Врачом Ну или Заведующим Так Что это? Резиденция Эпархия Резиденция Красивая здание Стилизация Стилизация И конечно Очень все люди Любят посещать Веденский собор И Владимирскую горку То есть Собор на Владимирской горке Мы сейчас находимся На старейшей улице Конечно У нее было много названий И Чувашская Там и так далее Сейчас она именуется Константин Иванова Это же тракт был Московский Да Да Почему казанские тракты Московские И Когда Со времен Екатерины Второй Отсылали На каторгу То они проходили Этим путем Кстати Вы знаете Что дорога на Москву Пролегала Не через Москокосы Как сейчас А через Сундырь То есть Москокосы Не являлись точкой То есть От Шомикова Дорога шла на Сундырь А уже от Сундыря На Ядрин Так вот дальше Интересно С посадом Здание Что там интересного С пластикой ног Сейчас я хотел вас Пригласить поближе Юрий Алексеевич Дело в том Что Реконструкции Окон Сделано С нарушениями Вместо Породистых Окон Которые Простояли Сто лет Установили Обманки С накладными Деревяшками Которые Сейчас уже Отламываются Мы можем Подойти Ближе И увидеть Эти дефекты Обратите внимание Вот это Центральное окно И у него В верхней части Имитация Старинного окна Но она Нанесена На стекло То есть Это не стекло Встроено В раму А это Просто Накладные Деревяшки Которые Сейчас От влаги Уже Отслоились Если Вы подойдете Поближе Вы увидите Что они Отваливаются Мы нарушать Не имеем права Да-да Не будем нарушать Но я отдельно Пойдешь Как раз Это же безобразие А никого решили Обмануть Да Издельки Так Интересное здание Вот слева Цыковский дом Цыковский дом Построен в 1937 году Первые два этажа Кирпича Использованы С Собора В котором Покоилась Мария Шестова Прародительница Дома Романовых Он имел Два названия Никольская Никольский собор По-моему Второе название Его разобрали В 1934-1936 годах Кирпич использовали При строительстве Первых двух этажей Когда была реконструкция Этого здания То оголялась штукатурка И было видно Что кирпичи 17 века Это же вот С храма Не храма Никольского собора Да Вот этого женского монастыря С нее С этого собора Кирпичи использовали Я бы вам хотел показать Как испортили Церковь Михаила Архангела Она является Там же есть Место захоронения Марии Шестовой В 2013 году Здесь были Очень большие Комплексные раскопки Многие специалисты Горчебоксар Института Гуманитарных наук Пединститут Ну широкий Круг Специалистов Проводили здесь Расхопки Была найдена Предположительно Там было найдено Более 10 захоронений Одно из них Предположительно Марии Шестовой На данный момент Мария Шестова Находится в городе Москва Для исследований Требуется разрешение Сравнительно С ее дочерью Ксении Шестовой Но однако же Управ делами Кремля Пока такого разрешения На эксгумацию Дочери Марии Шестовой Не дала Но приезжали Специалисты-антропологи Они определили По многим Очень параметрам Что данные Останки Принадлежат Марии Шестовой Смотрите У нас в Чебоксарах С исторической части Очень много звезд Имеется ввиду Аптека номер один Да Красивейшая В начале 20 века Она реконструирована И надстроен второй этаж Снимаем Сантехники у нас Самая главная в стране Это сантехника Это сниди сантехника Возвращается А его уже сняли Теперь мы переходим К очень ценному В любом городе Это смотровые площадки Смотровые площадки Формируют Вообще Сознание Облик Открыточные виды Настроения И туристические маршруты У нас Три смотровых площадки Первая Это монумент матери Провожающий сына на фронт Памятник победы В сквере Парка победы Вторая площадка Это вот этот угол Пересечения Бондарева и Михаила Сеспеля Она давала максимальные открыточные виды художников Зарисовывающих на память город И свадьба Обязательные условия Все свадьбы приезжали сюда Останавливались И делали памятные фото И третья смотровая площадка Это монумент матери Куда туристы тоже очень любят подниматься по лестнице Именно в этом месте была смотровая площадка Да, общегородская Бесплатная Помню, что дети сидели Что-то рисовали Здесь же рядом художник Худ граф Да, художное училище И все художники сидели здесь И для истории Запечатляли этот город А что это за шляпочное здание? Вот это Очень сильно Долго возмущались На открытых слушаниях Долго возмущались Это никчемное Никому не нужное Некрасивое Засоряющее Ссорное здание Которое используется Под сейчас аренду кафе Ну и какие-то личные интересы Очень обидно Что данный участок земли Не был выставлен на торги Он не участвовал в аукционах Этот участок земли был выменен На непонятно на что Он не соразмерен Он не в стиле архитектуры окружающей застройки Он здесь чужероден Но с точки зрения архитекторов Это мусорная застройка называется Но это здание нанесло колоссальный ущерб Визиточным, открыточным видом города Просто колоссальный Обратите внимание Здесь больше Рядом старинный мужской монастырь Да Который восстановлен в этом виде Это же начало улицы Сеспиля? Да Вот это по-моему А на здесь и проходило Музей Сеспиля? Музей Сеспиля находится на первом этаже Там небольшое помещение Часть этого здания Да Относится к музею Сеспиля А второе Это строительная фирма Там занимает площади Это условие было Реконструкция этого здания В историческом виде Дали там памятник Екатерины Тоже я считаю Спорный памятник Смотрите После того как был поднят После того как был поднят вопрос По недопустимости вот этой белой чайки Строительства здесь Мы поняли что администрация хочет отвлечь внимание На ложный объект И в очень турбо режиме установила памятник Екатерины Не совещаясь с обществом Памятник Екатерины наверное на этом месте ему не место Он уместен у дома так называемого Соловцева Это художественное галерея Ой Художественное училище Поскольку именно это здание Она его и посещала Этот бюст уместен у дома Соловцева У желтого здания Но не уместен на этой площади Вообще-то надо было наверное поменять местами Если уж Екатерина То она на том кольце А памятник Петру и Февроне на этом Следующая Смотрите Когда затапливалась Красная площадь Смотрите народу даже нету здесь Вот Жизнь Не зарастала тропа Чем занимается нынешняя городминистрация Хотя все говорят о туризме и так далее Она убивает туризм В резиденции полпреда вроде где-то должно быть Ну в данный момент это частное по моей информации здание Раньше оно принадлежало госорганам Вот соляной склад При затоплении ГЭС Было общество охраны памятников И оно очень сильно билось Из-за сохранения исторического наследия Насколько это возможно Данное здание находилось ниже мужского монастыря Оно было частично разобрано Здесь лежало большими Объемными кусками И частично современным кирпичом восстановлено Но длительное время соляной склад Был необслуживаемый То есть был закрытым помещением Его предыдущая городминистрация Предполагала под разные нужды Но в конце принято решение Передать его епархии И епархия его сохраняет И внутри ведет какие-то работы Потому что тут высокая влажность По какой-то причине Дом Кадамцева Он же дом Зелейщикова Известный дом В 70-80-е годы Было принято решение Смотрите, здесь два здания Здесь, вернее, вот в этой части За этим забором скрывается фундамент 1980-х годов Расположенный на зеленом базаре В нижней части города И уже за рубль, по-моему, отдали Или за сколько? За миллион? Вы сейчас говорите о Которые за миллион рублей отдали Вместе с участком земли Но это тоже за миллион отдали Вот, видите? Вот видите фундамент? Это фундамент 80-х По старинным чертежам С полным сохранением контура Исторического здания Но потом Это строительство было остановлено И на верхотуре справа Вы видите уже реплику Повтор этого здания Уже вот Вот, к сожалению, нынешняя администрация Вот такого ничего нам не предоставляет И не делает, не дает Эстетики ноль Любят проходить вот этой улочкой Очень Они испытывают какие-то такие вот чувства Отдельно хотелось бы остановиться На 24-м доме В улице Сейспелет Это республиканский центр Акупунктуры Традиционно-медицина Комплекс зданий Сформировался на протяжении 17-20-х веков Наиболее старая часть постройки Обращена к югу Наличие каменных сводов Указано на древность сооружения А его местоположение Напротив главного городского храма Позволяет предположить Что именно здесь Первоначально располагался Административный центр крепости Дом Воеводы Согласно архивным документам 17-го до середины 19-х веков Строение принадлежало Известное в городе Дворянской семье Потомственных военных Селивановых В конце 19-го века Здесь располагалось Уездное воинское присутствие В 50-е годы 20-го века Северной стороны К домам был сделан пристрой В последние десятилетия Комплексы зданий Располагались Различные медицинские учреждения Уездное военное присутствие Нечто вроде военкомата Есть информация Что якобы здесь проводили Какие-то казни Якобы Что это Бесеченство воевода Что это Якобы был Чуть ли не расстрелянный дом Есть предположение Что здесь Находил здание НКВД Так Но Что творится Рядом с этим зданием В нынешнее Время Это В 90 метрах От него строят Многоэтажку С учетом того Что вундеркинды С администрацией города Узаконили Минимизацию Охранных зон До 100 метров Но это Преступное решение В любом случае Это Издевательство Над историческим Наследием Город Чапоксары Так называемый Трахматозный институт Выполнен в стиле Конструктивизм Я бы Настаивал На сохранении Этого здания Потому что В стиле конструктивизма В Чебоксарах Осталось Очень мало Мало зданий Архитектура То есть Стиль конструктивизма Он был популярен В Советском Союзе В 20-е годы Но поскольку Наши архитекторы Вышли из других городов Будучи студентами Приехав сюда Отучившись Они Конструктивизм столиц Перенесли на нашу Площадку Чуть попозже Поэтому Стиль конструктивизм Здания В Чебоксарах Они 30-х годов В Чувашии Было много заболеваний Глазной инфекции Трахомой И по этой причине Было Советским правительством Принято решение Именно в Чувашии Именно в Чебоксарах Построить Такой знаковый Большой Трахоматозный институт Это памятник исторического наследия Да Оно отличается Особенной архитектурой Стилем конструктивизм Оно Как бы С исторической точки зрения Ценность В дальнейшем Трахоматозный институт Ну то есть Трахома победили И здесь был Автальмологический центр И знаменит он тем Что Святослав Федоров Именно здесь Начинал свою карьеру И первая операция В Советском Союзе По имплантации Искусственного хрусталика Была произведена здесь Семен Яковлевич Мильман Инженер-инструментальщик Электропаратного завода Выточил По его чертежам Искусственный хрусталик На электропаратном заводе Отполировал его И Святослав Федоров В этом здании Имплантировал его девочке Которая кстати Жива и здравствует И рядом начинаются Вот эти новоделы Чем Плохая нынешняя администрация Она просто Не видит целого Видит только Квадратные метры И больше ничего Она не создает Картина Она не создает Имидж города В комплексе Это Солянка и винегрет Наш город стал Как раз Между деревьями Мама нашей покровительницы Обратите внимание Как тонко Как тонко Изящно Вписывали этот монумент То есть Учитывая все Рельеф Середину Залива Пешеходный мост Идущий прямо на нее Кстати Вы знаете о том Что К матери покровительницы Очень удобная лестница Дело в том Что с физиологической точки зрения Для грамотной лестницы Должен быть шаг Вверх Вперед То есть Один к двум В таком случае Вы поднимаетесь на высоту И не испытываете никаких сложностей Вам нравится Идти Вы не устаете Не напрягаетесь То что Вот это Все Это Солянка и винегрет Это Полная Безвкусица Апартаменты Так называемые Ну это тоже С обманом Сначала нам Говорили Что это будет Общественное пространство Общественное здание С Ну С общественным назначением Под это Выбили Участок земли Далее Нас просто Обманули И построили здесь квартиры И ничего здесь Общественного Нет Но лично я против Коричневого исполнения Крыш Я Лично я против Коричневого исполнения Здания На зеленой территории Вот это Вадим Вот фактически Мы сделали Небольшой Кружочек По исторической части города И все таки Вернулись к этому Опять Крану К этому Строительному Безобразию В исторической части города Отделки Настрой Ну Мало Почему Я удивляюсь Почему только Отдел Финстроя Застраивает Историческую часть Я назову только факты Нам известно Что сын Ладокова Проживает В квартире Отдел Финстроя Это Пирогово 1 Корпус 1 На верхнем этаже Брат Брат Ладокова Младший Эти объекты Объекты Недвижимости Отдел Финстроя Семьей Ладокова Почему Семья Ладокова Всегда Проживает В квартирах Отдел Финстроя Вот это Очень важный Вопрос Получается Какой-то Коммерческий Куртку Ну Догадайтесь Сами Дважды Два Здесь Ну Каждый Пусть Догадается Сам Я Только Озвучиваю Факты И В интернет В пространстве Проскальзывание Информации О какой-то Аффилированности То, что Чего Считан Я чуть ли не Такой Агрегатор Строительный Я не знаю Транспортный Дорожный Возглавляет Эти фирмы Аккумулирующие Финансовые Потоки И Все Финансовые Трансперты Которые Идут В регион Как вы думаете Пенсионерка Может этим Управлять Ну Как вы думаете Ей это надо Она Здесь Председатель Ну Вспоминаем Рога и Капутов Вы С С С С Рога и Капутов